Четвертая книга Моисеева. Числа. Глава восьмая. Господь повелел Моисею дать такое указание Аарону. Когда будешь расставлять лампы, позаботься о том, чтобы все семь ламп светильника освещали пространство перед ним. Аарон и сделал все так, как повелел Господь Моисею. Он поставил лампы на передней стороне светильника. Сам светильник был сделан из золота чеканной работы. От ствола до внутренних лепестков — чеканка. И выглядел так, как показал Господь Моисею. Тогда же сказал Господь Моисею, «Позови к себе левитов из сынов Израилевых и соверши над ними ритуал очищения. И вот что следует сделать, чтобы очистить их. Акропи их водой очищающей, а они должны выбрить все тело свое и выстирать свою одежду. Тогда они станут чистыми. После этого пусть возьмут молодого быка для всесожжения вместе с предписанным хлебным даром из лучшей пшеничной муки, политой оливковым маслом, и еще одного молодого быка, как жертву за грех. Потом вели левитам собраться перед шатром откровения. И когда созовешь туда всю общину израильтян и поставишь левитов перед Господом, пусть сыны израилевы возложат на них свои руки. Аарон же должен будет водить левитов перед Господом то вперед к святилищу, то назад к народу, как возносимый дар от сынов Израилевых для отправления службы Господу при святилище. И пусть левиты возложат свои руки на головы молодых быков, один из которых будет принесен в жертву за грех, а другой — в полностью сжигаемую жертву Господу, чтобы восстановить единение левитов с Богом. Ты поставишь их перед Аароном и сыновьями его и передашь на служение Господу, как дар возносимый. Так отделишь ты левитов от всех других сынов Израилевых. Левиты должны принадлежать мне. После этого смогут они входить в шатер откровения для служения в нем, будучи ритуально очищены и отданы Богу, как дар возносимый. Из всех сынов Израилевых только они полностью отданы мне. Их я взял себе вместо первенцев Израиля, первого плода чрева материнского. Мне ведь принадлежит всякий первенец сынов Израилевых и первенцы из скота — мои. В тот день, когда истребил я первенцев Египта, отделил я для себя первенцев Израиля. А теперь беру левитов вместо всех первенцев сынов Израиля. Из всех сынов Израилевых я приставил к Аарону и сыновьям его левитов, как людей, посвященных для совершения служения при шатре откровения от лица сынов Израилевых и для восстановления их единения с Богом, чтобы не случилось какое страшное бедствие среди них, если они решатся подойти слишком близко к святилищу. Моисей и Аарон вместе со всем народом израильским исполнили все повеления Господа, данные Моисею о посвящении левитов. Левиты ритуально очистились, выстирали свои одежды, и Аарон преподнес их как дар, возносимый перед Господом. Восстановил единение их с Богом, дабы чисты они были. После того приступили левиты к своему служению в шатре откровения, в помощь Аарону с сыновьями его. Так повеления Господни, данные Моисею о левитах, были исполнены. Господь сказал Моисею, «Вот что еще касается левитов. Пусть с двадцати пяти лет приступают они к служению и исполнению своих обязанностей при шатре откровения. После пятидесяти им следует оставлять служение и более его не нести. Они могут помогать своим братьям, исполняя некоторые обязанности при шатре откровения. Сами же, однако, никакого служения нести не должны. Вот так ты должен распределять обязанности между левитами». Глава девятая В первый месяц второго года после ухода сынов Израилевых из Египта Господь сказал Моисею в пустыне Синайской, «Пусть совершат Пасху, сыны Израилевы, в установленное время. В четырнадцатый день сего месяца пусть совершают ее вечером, перед наступлением темноты, по всем установлениям и указаниям о ней». Потому повелел Моисей сынам Израилевым исполнить пасхальный обряд. И вот в четырнадцатый день первого месяца вечером, перед наступлением темноты, совершили сыны Израилевы пасху в Синайской пустыне, как повелел Господь Моисею, так все и сделали они. Но случилось, что некоторые люди не смогли в тот день соблюсти пасхальный обряд, из-за покойника лишившись ритуальной чистоты. Пришли они тогда же к Моисею с Аароном и сказали «Мы оказались нечисты из-за покойника, но зачем отстранять нас от жертвоприношений Господу вместе с другими израильтянами в установленное время». Моисей на это ответил «Подождите, я узнаю, что повелит Господь вам делать». Господь дал Моисею такое указание для сынов Израилевых. «Всякий из вас и потомков ваших, любой, кто нечистым станет из-за покойника или окажется в пути, сможет, однако, совершить Пасху. Но сделает он это в четырнадцатый день второго месяца перед наступлением темноты. Пусть он ест пасхального ягненка с пресным хлебом и горькими травами. Ничего от трапезы не оставляйте до утра и костей ягненка не ломайте. Пусть совершают Пасху по всем правилам. Но человека, который не совершал Пасхи, пренебрег ею, хотя и был чист и не в пути. Такого должно исторгнуть из народа своего, ибо он не принес жертву Господу в установленное для этого время. Человек этот ответит за грех свой. И переселенец, живущий среди вас, если захочет участвовать в Пасхе Господней, может это сделать, но и он должен следовать всем указаниям и установлениям о Пасхе. Для всех тут одно установление — и для переселенцев, и для исконных жителей. В тот день, когда поставили Скинию, этот шатер, хранящий в себе свидетельство о воле Господней, окутало облако. И с вечера до утра это облако над Скинией выглядело, как свечение огня. Так это и продолжалось все время. Облако, что покрывало Скинию, ночью было подобно огню. Всякий раз, когда поднималось облако над шатром, сыны Израилевы снимались с места и трогались в путь, а где облако останавливалось, там они разбивали свой стан. По повелению Господа снимались сыновья израилевы с места и трогались в путь, и по его же повелению снова разбивали стан и продолжали стоять станом, пока облако покоилось над Скинией. Даже когда подолгу оставалось облако над Скинией, сыны Израилевы повиновались указаниям Господним и не трогались с места. Так было, и когда облако только несколько дней стояло над Скинией. По повелению Господа они оставались в стане и по его же повелению отправлялись в путь. Случалось, что всего лишь с вечера до утра не двигалось облако, но стоило ему только подняться утром вновь, они снимались с места. Днем или ночью они трогались в путь, как только оно поднималось. Так что на два ли дня, на месяц или дольше задерживалось облако над Скинией, всякий раз разбивали стан сыны Израилевы и с места не двигались, а когда оно поднималось, и они отправлялись в путь. По повелению Господа снимались сыны Израилевы с места и трогались в путь, и по его повелению разбивали стан. Они повиновались повелением Господа, которые он передавал им через Моисея. Псалтырь. Псалом 63. Руководителю хора. Псалом Давида. Услышь меня, Боже, в стенании горестном моем. Защити жизнь мою от ужасов вражьих угроз. Укрой меня от тайного сговора нечестивых, от посягательства злодеев. Язык свой, как меч, они оттачивают. Слова ядовитые, словно стрелы, устремляют, чтоб в невинного из засады стрелять. Стреляют в него внезапно, ничего не боясь. Держась твердо намеренье злого, о том сговариваются, как сети тайно расставить. Кто их увидит, про себя рассуждают. Козни строят и меж собой говорят. Ну, вот и готово. Замысел наш хорошо продуман. Непостижимы сердце и ум человека. Но пустит Бог в них стрелу. Ранены будут они внезапно. Их язык против них же обратится. Каждый из них обречен на то, чтобы пасть. Смотрящие на них лишь покачают головами. Страх охватит людей. Станут они возвещать о делах Божьих и задумываться над тем, почему он это совершил. Праведники возрадуются в Господе и сделают Его прибежищем своим. И все, кто честен, восторжествуют. Евангелие по Марку Глава седьмая Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса и увидели они, что некоторые из учеников Его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют рук, следуя преданиям отцов, и, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили Его, «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил им, «Верно пророчествовал о вас, лицемерах, Исайя, когда писал, «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня». Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. «Оставив заповедь Божию, вы держитесь предания человеческого». «Как искусно вы обходите заповедь Божию», продолжал Иисус, чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою». И злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, «Если человек скажет отцу или матери, «Корбан», что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь», вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. «Так преданиям вашим, от вас же и исходящим, вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете». И вновь подозвав к себе народ, сказал, «Слушайте меня все и поймите, «Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать Его о значении, сказанного им. И он ответил им, «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста. «То, что исходит из человека», продолжал он, сквернит его. «Ведь это изнутри, из сердца человеческого исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет человека». Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать это было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышала об Иисусе и придя пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, серафиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей, «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», ответила она, «И собаки едят крошки, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей, «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежащим в постели. Бес вышел. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему, «Эфатта», что означает «Откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением о ней говорили, «Как хорошо он все делает!» И глухие у него начинают слышать и немые говорить. о сверху на тр